Привет, с вами Каска. В этом видео вы узнаете, как слегка повысить FPS в Ханкай Стар Рейл, а также избавиться от лагов и фризов. Настройщик графики самой игры не очень-то и много, но тем не менее, есть что настроить. Долго вас задерживать не буду, попрошу лишь поставить большой палец вверх и подписаться на канал. Готовьте ваши ручки, ну а мы полетели. Еще где можно приобрести лицензионные проверенные ключики на Windows 10, 11, может быть Office или вообще антивирус, рекомендую своих надежных друзей из интернет-магазина L-Store. Цены абсолютно доступные, часто происходят скидки и акции. Оптимизация начинается с чего? Правильно, с чистой лицензионной винды. Ссылочка на магазин с ключиками будет в описании. Первое, что мы делаем, залетаем в игру, нажимаем Escape, шестеренка, вкладка, графика, разрешение. Если у нас ПК средний и выше, то оставляем по соотношению к твоему монитору. Если ПК слабенький, можем понизить на одно значение. Допустим, у меня 2К разрешение, я могу поставить 1920 на 1080. Если же у вас Full HD, то ставим 1680 на 1050 и так далее. Если у нас супер слабый ПК, но есть большое желание поиграть, у нас здесь есть легендарное разрешение, это 1280 на 720. Картинка, конечно же, становится супер пиксельной, но FPS растет почти в два раза. Вертикальная синхронизация. Тут по желанию я обычно отключаю. Качество визуализации. Для средних ПК и выше оставляем на 1.4. Если ПК у нас слабенький, ставим 1.0. Можно, конечно, ниже, но картинка уже будет, конечно, супер печальная. Качество теней. Для средних ПК и выше ставим среднее, либо высокое. Для слабых, конечно же, выключаем. Качество отражений. Для средних ставим высоко, для слабых и ниже оставляем на низкое. Детализация персонажей. Высоко. Это же касается и слабых компов. Детализация окружения. Для средних и выше высоко, для слабых низкое. Эффекты свечения. Я оставляю на очень высоко. Для компов слабеньких ставим среднее. Если у нас очень слабый комп, то выключаем. Сглаживание. По дефолту оставляем на TAA. А уже для слабеньких FXAA, либо выключить. Качество освещения. Ставим высоко. Для средних и ниже среднее, либо низкое. По настройкам получается как-то так. Кстати, самая главная вкладочка это. Настройки языка. Язык игры, конечно же, русский. А язык озвучивания рекомендую поставить на японский. По-другому играть нет смысла. Если у тебя есть большое желание поддержать автора этого канала, то есть меня, можно это сделать на моем бусте. Но без подарочков и разных фишек, плюшек я вас не оставлю. Вас ожидает специальный архивщик для бусте. С твиками, реестрами и максимально жесткой оптимизацией. А также гайд по этому архиву, который я записал на более чем 30 минут. Все ссылочки будут в описании. Поисток настроили график в самой игре. Мы качаем архив по ссылке в описании и перекидываем папку на рабочий стол. Здесь у нас есть 3 папки. MSI мод и схема питания. Как раз таки с нее и начнем. Если у тебя уже есть схема питания максимальная производительность, тогда пропускаешь этот пункт. Если же нет, мы копируем команду. Нажимаем pkm, копировать, pkm на пуск, windows powershell администратор, либо командная строка, да. Нажимаем ctrl плюс v и enter. Закрываем, закрываем. Открываем ярлык схема питания, показа доп схемы. И ставим галочку на максимальная производительность. Теперь нам нужно перейти в папку с игрой. На рабочем столе нажимаем pkm на hankai, расположение файла. Поднимаемся в самый верх. Папка games. И здесь у нас есть приложение star rail. Нажимаем pkm, свойства, совместимость. Ставим галочку на отключить оптимизацию весь экран. Далее параметры высокого dpi. И ставим галочку на режим масштабирования. Нажимаем ok, применить и ok. Копируем путь к самому приложению. Нажимаем pkm, копировать. В нашем архиве открываем аппаратное ускорение. Обзор. Вставляем наш скопированный путь. Нажимаем enter. И star rail приложение. Добавить параметры. Ставим галочку на высокая производительность. И сохранить. А также если твой пк поддерживает аппаратное ускорение, тогда можешь его включить. После всех этих настроек не забудь сделать перезагрузку своей системы. Нажимаем pkm на пуск. Диспетчер устройств. Системные устройства. Опускаемся слегка вниз. И находим высокоточный таймер событий. Нажимаем pkm и отключить устройство. Нажимаем поиск. Пишем. Xbox game bar. Настройки. Создание клипов. И нам нужно убедиться, чтобы галочка на записывать в фоновом режиме была отключена. Нажимаем просто закрыть и закрыть. Теперь то, что касается настройки и небольшой оптимизации нашей видеокарты. Для этого открываем наш архив. Папка настройка видеокарты. И здесь у нас есть три папки. Для AMD, Intel и Nvidia. Начнем с Nvidia. Я все расписал по пунктам. Первое. Залетаем на сайт nvidia.ru. Качаем последнюю версию драйверов. Делаем ее установку. Перезагружаем pk. И открываем nvidia driver settings. После этого делаем настройку, так как указано на картинках. Если у нас видеокарта от AMD, по сути то же самое. Залетаем на сайт. Качаем последнюю, но только рекомендованную версию драйверов для нашей системы. Далее. Делаем установку, но только minimal install. Открываем md driver settings. И делаем настройку, так как указано на картинках. Если у нас Intel, открываем Intel. И здесь у нас тоже есть картиночки. В нашем архиве открываем папку очистка, delete them files. Выделяем все файлы. Нажимаем shift, delete и да. Ставим галочку и продолжить. То что у нас не удаляется, нажимаем просто отмена. Возвращаемся назад, delete them files. Снова выделяем все файлы, shift, delete и да. Нажимаем отмена, возвращаемся назад, disk clean up. Выбираем диск C, ок. Нажимаем на очистить системные файлы. Снова выбираем диск C. Ставим везде галочки и нажимаем ок. MSI mode. Нажимаем pkm. Запуск от имени администратора. Да. Находим нашу видеокарту. Ставим галочку на MSI. И приоритет мы выбираем high. И нажимаем apply. Твики реестра. Здесь у нас есть 5 файлов реестра. Перед тем как делать их активацию, я рекомендую сделать бэкап файлов реестра. Как это делается? Открываем бэкап файлов реестра. И здесь я все расписал. В картинках, для рукастых и красиво расписал. Либо же если мы сделали активацию, то просто делаем уже активацию самих бэкапов. Проще просто. Первые 2 файла реестра. Отключает Xbox DVR. Нажимаем pkm слияние. Game DVR 2 pkm и слияние. Если вдруг у тебя нет слияния, нажимаем 2 раза lkm, либо через enter. То есть запускаем как обычное приложение. Отзывающая систему pkm слияние. Сетевой тропинг pkm слияние. И системный приоритет тоже pkm и слияние. В нашем архиве открываем Xbox Game Bar. Сам Xbox мы конечно же отключаем. Переходим на игровой режим. Мы его оставляем включенным. Записи. Все что здесь будет указано, ставим на самое минимальное значение. Переходим на главное. Конфиденциальность. Опускаемся в самый низ и находим фоновые приложения. Здесь у нас есть 2 варианта. Отключаем все фоновые приложения, как это делаю я. Либо же отключаем те фоновые приложения, которые мы не используем. Либо используем, но крайне-крайне редко. Такие как телега, Xbox, Xbox Game Bar и так далее. Все это можно спокойно отключать. После всех этих настроек залетаем в игру и наслаждаемся. Если не высоким FPS, то по крайней мере стабильной и плавной картинкой. Как говорится, до скорых встреч.